Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите и следите за событиями. Гарри Табах на связи прямо сейчас. Гарри, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Подпишитесь на Гарри Табаха, на YouTube будет ссылка, в общем, переходите в описание. Рады видеть всех. Но радости, что на последнее время мало, наш сегодняшний разговор, наверное, приоткроет таинственную американскую душу. Политико публикует материал с Ермаком, где он говорит, что в Украине критический момент и, собственно, не верит, что последователи Рейгана возьмут и бросят Украину. В общем, очень важно получить помощь от Соединенных Штатов Америки сейчас. Скажите, вот столько слов было уже сказано, что если США не помогут, то Украина проиграет. А в Америке как к этому относятся? Американцы, что для них означают вот эти призывы и вот эти формулировки украинских политиков? Ну, я не могу говорить за всех американцев, Александр, потому что я понимаю, что многие люди думают, что Америка это такая монолитная система. Нет, у нас 50 стран, собранные в одну страну, у нас очень много разных этнических групп, есть африканские группы, южноамериканские группы, они понятия не имеют, что такое Украина. Где она, это какой-то там внутренний конфликт русских, все они, знаете, это как в Мимино, помните, когда стоит, говорят, грузины и армянины, а японцы смотрят и говорят, что эти русские, они все на одно лицо. Это примерно такое же понятие, наверное, в Украине в моем окружении, в моем окружении, не только русскоязычного, но и моих там бывших и настоящих сослуживцев, которые следят за этим, которым это близко, они, конечно, понимают, что Украина попала в политический такой футбол, ее используют, что украинцы тяжело, но говорить о том, что украинцы проигрывают или проиграют, это, я считаю, панические настроения, это, вот, понимаете, вот, специально даже у вас многие такие были, когда они убаюкивали, что Путин уже умер, что фронт русский-рус, там одни алкоголики, это все, ракеты у них закончиваются, а сейчас у нас будет ленд-лиз, сейчас у нас будет все, а потом говорят, ой, теперь они, паникуйте, все, проиграли, шеф, все, пропало, нет, это не так, но это не означает, что надо быть все время в расслабоне, который был, идет спор, идет огромный спор, в котором замешана Украина, она участвует, этот спор про наши границы, про то, что у нас наркомания, криминал в стране, что некоторые города, в основном демократические, где это находится, все погибают в этом, они просто захлебывают с этим, у нас Иран, у нас то же самое идет, многие, которые очень переживают за то, что происходит на Ближнем Востоке, вы видите, как с одной стороны, так и с другой стороны бегают с палестинскими флагами и срывают митинги, стоят люди и протестуют, говорят, нет, Израиль нельзя бросать, это наш союзник и так далее, и Украина получается во всем вот в этом пакете, который одна сторона говорит, нет, давайте вот все сразу вместе решать, а другая сторона говорит, нет, давайте по отдельности, Израиль отдельно, граница отдельная, Украина отдельная и так далее, но и идет этот спор, и политика, это левая, меня почему-то никто никогда не спрашивает из украинских журналистов что-то из правых источников, только левацкие, но я понимаю, и политика, я думаю, что вот сейчас включила вот это паническое, значит, что военные, недавно, по-моему, день или два тому назад напечатало, что американские военные и украинские военные говорят, что все, война проиграна, все, сдавайтесь, садитесь за стол переговоров, ничего не будет, во-первых, из Европы начала поступать помощь, украинцы сами начали производить какое-то оружие, всего этого мало и недостаточно, но это двигает, Украина берет жесткую оборону, ходит в жесткую оборону, готовится к атаке, потому что они пробивают фронтой, и устанавливать нужно хорошую логистику и оружие, должно продолжаться давление оружия, и вот за то, что здесь обвиняют там республиканцев или, как говорите, партию Регина, они хотят реальную помощь, чтобы реальная помощь была, было 12 вопросов написано президенту, какая цель, что мы хотим добиться, что мы будем точно поставлять Украине, не деньги, а какое оружие, в каком количестве, когда, потому что происходит сегодня, как вы видите, убийство нации, я вот тоже не понимаю, что, как такое может быть, что третий год идет уничтожение нации, стираются города с лица земли, уничтожается инфраструктура, по большому счету, приравненная ядерному удару, уничтожение дамб, уничтожение всех ГЭС, это приравнивается ядерному удару, а весь мир, в принципе, еще вот торгуется, весь мир еще, в принципе, лидеры сегодняшнего мира еще никак не могут хотя бы закрыть небо над этими частями Украины, хотя бы дать ПВО, чтобы Украина могла обороняться, но в то же время выходит наш представитель в НАТО и говорит, нет, Украине нельзя давать оружие, пока они будут атаковать российские объекты на территории России, то есть Украина должна занимать исключительно, это ее слова, исключительно позу обороны, defense posture, позу обороны, только в обороне находиться, ну как можно ухоевать, находясь только в обороне, любой курсант второго года в училище скажет, что этого невозможно, должны быть, то есть ГУР не нужен, тогда не нужно вот эти ваши, когда они выходят и героически делают такие вещи, что мы будем это изучать много лет в наших академиях, а они-то, конечно же, это все политическая воля, в чем же у нас загвоздка, вот недавно вдруг мы нашли 300 миллионов долларов, как, где, почему, непонятно. И мне куртки. Да, в тумбочке. В Чехии нашли снаряды, в Грекии нашли бронетранспортеры, в Словакии тоже что-то нашли, в Германии тоже начинает говорить, нет, ну Франция вообще, Макрон разошелся, раздуховывался, что аж сюда солдат пришлет. А все из чего? Вот это все, почему это все вот так вот спонтанно случилось? Одновременно. Потому что, как обычно, вышел Трамп и говорил две минуты. Он сказал, если вы не организуетесь, если вы ничего не будете предпринимать, то когда я приду, я вам помогать не буду. Все, и ушел. И вот они зашевелились все вдруг. А все, а 20 рамштайнов обещания. Сейчас еще 100 миллиардов НАТО будет собирать, ну, в течение 7 лет. Для Украины. Это все, вот эти все обещания, все. Тут выходит этот нам ненавистный и противный Трамп говорить две минуты. И все начали шевелиться. Так он еще не президент, еще вообще неизвестный. Все начинают уже нервничать из-за этого. А время идет, еще время идет. Они понимают, что если это случится, что Трамп станет президентом, все резко может измениться. Поэтому сейчас они должны атаковать. Сейчас Иран должен делать что-то, Хамас должен делать что-то, Китай должен делать что-то, русские должны занять как можно больше территорий, чтобы потом сидеть торговаться этим. Они понимают, что если это для них, не дай бог, случится, для Европы, для всех, то все может резко поменяться. Поэтому все силы брошены, чтобы Трамп не стал президентом. Все силы. Но это они говорили с самого начала. Любой ценой, ценой Украины, ценой Израиля, ценой Тайваня, только не он. Мы должны как-то держаться, чтобы, не дай бог, он придет. И вот эта паника раскручивается в политиках, в других местах. Но слава богу, по-моему, украинские власти, украинские СМИ начинают понимать, что у нас двухпартийная система, и все. Правда, может резко поменяться, что не надо брать сторону одной стороны и излить другую сторону, как раз та, которая хочет вам помочь. Поэтому я считаю, что никаких панических настроений не должно быть. концерн, озабоченность, да, напряженность, да, готовится к бою. Да, еще заплатите им большой ценой, потому что вас используют в большой политике где-то. Потому что вам говорят, вы не действуете на территории России, не бомбите их нефтеперерабатывающие заводы. Пока меня не переизбрали, вы тут вдохните потихоньку, а вот потом посмотрим. Но Украина не одна, я думаю, что помощь будет, я думаю, что они договорятся, какая и что там будет, неизвестно. Но Украина не одна, Европа тоже зашевелилась, и украинцы стали понимать, что две-три недели и все закончится. Это не так, что вы будете биться, и биться с ними сильно. Но проигрышей здесь нет и не пахнет им. Люди не... Ну, смотрите, Гарри. Сейчас я только закончу, извините, Александр, я знаю, что я долго болтаю. Это не первый раз, что Украина дерется. Это не первый раз, что вас хотят уничтожить. И не уничтожают. Это очередной раз, когда вы должны выстоять, и вы выстоите, и вы выживете. Это не первый раз. Погодите, что значит не первый раз? Ну, у вас много раз хотели уничтожить и забрать. И поляки, и русские, и Суворов, и Екатерина, и советская власть, и так далее. Всем удавалось в конечном итоге. Независимости только 30 лет. Если удавалось, то вас бы, если бы хоть раз удалось, вас бы здесь не было. Вашего флага бы здесь не было, этого флага бы здесь не было, украинского языка бы не было. Все это им не удалось. Точно так же, как им не удалось уничтожить евреев. Заплатили высокую цену, да, заплатили. Смотрите, мы про евреев поговорим. Я вот хочу уточнить один момент. Вы говорите о помощи, которая будет, которая там, да. Скажите, пожалуйста, а кредит – это помощь? И какие перспективы у Джонсона с его идеей некой, которую он представит, там, в районе 9 апреля, по поводу законопроекта? Вот уже самое интересное, что Джонсон еще особенно ничего не представил. А небезызвестная Виктория Спарц уже против. Смотрите, да, потому что она против, потому что он должен что-то сдать демократам, а он сдает границу. Это многим-многим мне нравится. Уважаемая госпожа Виктория Спарц не представитель украинского народа, она представитель американского народа. Она в первую очередь дала присягу США, а не Украине, но она ваш лучший лоббист. Она пытается торговаться, она пытается торговаться, как они все там торгуются. Когда они закончат эту торговлю, они выйдут. Просто выносить каждый раз на голосование то, за что не проголосует – это бестолк. То есть они должны договориться до этого и потом выносят на голосование, и частенько все равно не проходит. Все равно что-то там кто-то меняет свое мнение. Известно, когда Маккей голосовал за Обама Керр. Все, договорились, что он будет голосовать против. Пошло голосование, он вышел, проголосовал за и показал вот так. Все. И тогда все были в шоке. Это политика, она грязная. Они там меняют шило нам и вот друг другу. Но дело все в том, что вы говорите, кредит или это, как вы сказали, просто кредит… Кредит – это помощь или нет? Это, конечно, помощь. Во-первых, в Америке, допустим, мы все живем в кредит. Все. У нас все дома в кредит куплены, ипотека – это кредит. Машины куплены в кредит. Мы ничего не покупаем за наличку сразу, потому что это глупо. Потому что лучше это растянуть, платить проценты, и таким образом общество развивается. А оружие вы тоже покупаете в кредит? Да, мы все покупаем в кредит. Мы телевизор покупаем в кредит. Поэтому есть кредит… Они не называются кредитные карточки. Вы тоже ими пользуетесь. Это в кредит вам дают деньги. Кредитные карточки. Мы пользуемся только ими. Дело все в том… У нас почти что налички нет. Дело в том, что это не совсем кредит, о чем говорит Джонсон. Он это и называет кредитом, чтобы американцы поняли, что просто так деньги не даются никому. Просто так никому деньги не даются. Они их куда-то тратят. Это инвестиция. Беспорядка, потому что вложили столько денег в Украину. Никто отчитаться толком не может. А результат каков? Украина победила. Наступление прошло. Что? Скажите, с помощью в кредит победит? Наступление пройдет? Кредит – это они просто его так назвали. Land and lease. Land and lease. Land – это тоже кредит. Слово это означает кредит. Это вам дают в долг, вы должны вернуть. Это кредит. Что вам дают в долг, вы потом возвращаете. Lease – это то, что это вам дают на долгий период. Подождите, Джонсон не назвал свой законопроект о Land Lease? Нет, потому что он его называет по-другому, чтобы было понятно. Но этот кредит, он беспроцентный. То есть, вот сколько вам дали, столько вы должны будете отдать. Но когда отдать? В этом законе написано, что отдать вы будете отдавать этот кредит, когда вы сможете, когда вы станете богатым. Нету даты. То есть, процента нету и даты нет, когда вы должны отдать. Вы отдадите, когда вы станете богатыми. А как это определить, когда вы станете богатыми или когда вы можете отдать? Тут не только кредит. Тут не только это. Тут еще должно быть связано, а что будет после того, как вы победите. То есть, нужен будет маршал-план. Нужно будет, чтобы вы отстраивались, чтобы ваша армия смогла устоять. Таким образом, он пытается сказать, что если мы проголосуем за это, то мы дадим Украине столько, сколько ей нужно. Там не прописано, какая сумма, какой процент и когда вы будете отдавать. То есть, это то же самое, что и ленд-лис, только с одним изменением. Во-первых, это будет надолго, пока у вас не будет победы и пока вы не станете богатыми. Второе, это не будет прерогатива президента. То, что было с ленд-лисом. То есть, Конгресс дал зеленый свет президенту. Давай все, что угодно Украине. У нас больше не надо спрашивать разрешение. Все, что нужно для победы, давай. Но это его решение президента. А он не дает. Он имеет на это полное право. Хотя сам подписал закон. Он не дал ни одной банке тушенки, ни одной таблетки пенцилина. Ни одной пары носков по ленд-лису. И теперь они говорят, что это будет в обход президента. Это будет не прерогатива президента, а прерогатива Конгресса. То есть, вы будете договариваться не с президентом, а с Конгрессом. То есть, вы должны будете получить. Но, во всяком случае, не с этим президентом. Потому что этот президент вам ничего не даст. Поэтому президенту на сегодняшний день лежит 4 миллиарда 200 миллионов ваших денег. Ваших денег, не американских. Конгресс вам их давным-давно выдал. Он еще их зажал с прошлого года. Но он их не дает вам. Почему? Некомфортно. Оказывается, у нас в законе есть такие комфортно-некомфортно понятия. Точно так же, как и ленд-лис, это был символический закон. Оказывается, у нас есть символические законы. Я никогда не знал. Может быть, налоги платить закон тоже символические. А я плачу всю свою жизнь. Короче, там еще есть 7 миллиардов, где-то 20 миллиардов, 20 с чем-то миллиардов. Президент вам сегодня может выдать. Он не выдает. И Лен-Лейсон вам не выдавал. Поэтому неважно, что будет в этом законе, в котором проголосуют помощь для вас. Это если будет прелегатива президента, наверное, он вам это тоже не даст. Если он не давал до этого, с чего вы взяли, что он даст. Поэтому Джонсон пытается сделать так, чтобы пойти в обход президента. Но он должен договориться с демократами. Он должен дать что-то демократам. Он решил сдать не Израиль в одном пакете, а границу. Границу потом будем обсуждать. Многим американцам это не нравится. То есть некоторые у нас республиканцы, конгрессмены, говорят, что мы тогда, как и с Маккарти, скажем, чтобы его убрали. То есть это тогда опять остановит наш конгресс на 3-4 месяца. Но что произошло тогда с Маккарти? 8 республиканцев решили его убрать, а все 300 демократов за это проголосовали и его убрали. Теперь они говорят, что если Джонсон внесет такой пакет, то демократы не проголосуют. Если вот эти правые республиканцы подадут, чтобы убрать Джонсона, то демократы говорят, что мы уже не проголосуем, чтобы его убирали. Потому что он нам дал границу. Мы можем завозить людей. Но вообще-то, первоначально, чего требуют эти правые? Они тоже требуют помощи в Украине. Только они требуют это по-другому. Они требуют, чтобы голосовали за Украину отдельно, за границу отдельно, за Израиль отдельно, за Тайвань отдельно, за Гаяну отдельно. И за Хамас, за Палестину отдельно, чтобы в этом пакете Палестины не было. Не было газа. Но вы тоже их должны понять. Как бы вам понравилось, если в пакете помощи там еще шла гуманитарная помощь в 10 миллиардов долларов ДНР и ЛНР. Не на войну. Не то, чтобы вас убивали и по вам стреляли. А гуманитарная помощь. Чтобы там еда была. Вы же понимаете, что это не будет. Это пойдет против вас. Они людям там ничего не дадут. Это к террористам. Поэтому то же самое там. И вот это вот идет такая борьба. Тут, по большому счету, это политика, в которую мы попали и почему-то заняли одну сторону. И сторону не ту, которая вам реально хочет помочь, а сторону ту, которая вам обещает. Смотрите, эта сторона руководит сейчас Америкой. Поэтому тут как бы дело такое. Это руководство Соединенных Штатов, Белый дом, администрация президента. Но они не цари. Америка – это Конгресс. И Конгресс все равно будет решать, что будет, а что не будет. Америка – это Конгресс и Сенат. Ну, Конгресс, Сенат, Конгресс – это имеется в виду Сенат, Верхняя Палата и Палата представителей. Но у вас приняли-то... А все вместе – это Конгресс. Но у вас почему-то принято называть Нижнюю Палату Конгрессом, а Верхнюю Палату Сенатом. Но все вместе – это Конгресс. Но я вам скажу так, что, например, Израиль. У нас же то же самое. Ужасные отношения у Натаньяху с Байден хуже быть не может. Но он им дает. Понимаете? Он им дает. А сейчас 35, или 25, F-35 пойдет им. Снаряды, которых нет, они получат много. Почему? Потому что Натаньяху послал Байдена в открытой форме чертям собачим. И сказал, что ты не царь, у нас есть договоренности, у нас есть обещания, у нас есть годы союзничества вместе. И Конгресс сказал, что ты не можешь им давать, ты не можешь их шантажировать. Что Натаньяху Байдену ответит? Как вы думаете, прекратит огонь? Вчера сообщили, что Байден требует. Байден требует прекратить огонь. Байден говорит, что он их в то же время дает оружие. Байден его называет. Призывают его снять. У нас глава демократического сената, Чак Шумер, призывает израильтян, чтобы они поменяли своего премьер-министра. Вот так вот, он такой демократ у нас. Ему не нравится премьер-министр другой страны. И он призывает народ, чтобы они его сменили. Потому что нам, нам, демократам, вот такая у нас демократия. Ну, не важно, что вы там кого выбрали, нам не нравится, давайте выбирайте. В открытой форме он это говорит. Натаньяху их послал к чертям собачьим. Он сказал, хотите остановить, отдайте заложников, договоритесь с ними, чтобы отдали заложников, и мы остановимся. То есть, пока заложников не отдадут, я не знаю, Александр, есть у вас дети или нет, то представьте, что ваш ребенок там, вы хотите, чтобы они остановились? Сам Байден своего сынишку хрен отдаст. Ни при каких обстоятельствах страну сольет, весь мир в вагонь кинет, но сына своего не отдаст. Нет, ну этот стереотип поведения украинцам знаком, все-таки все равно непонятно. Удар по Дамаску приближает обмен заложников? Удар по гуманитарной миссии, вот эта кухня, да, международная, которая, он приближает гуманитарную миссию? Когда, кажется, CNN, но если что, поправьте, могу ошибаться, публикуют материал, прям созвонились с этими, ну, руководителем миссии, что, ну, израильтяне били четко по машинам вот этой миссии, вот этой кухни. Они несколько раз пересаживались, пытались перемещаться, ударили по одной машине, по второй. Вот как раз вверху, да, вот по крыше, где написано вот это, где эмблемы, где познавательные знаки. Это же не приближает возвращение заложников. Поэтому, может, Байден в чем-то и прав? Пора остановиться, а то заходит как бы слишком далеко с позиции Израиля. Ну, удар по Дамаску уничтожил семь террористов, главных террористов Ирана. Я не вижу, в чем тут проблема. Проблема в том, что это дипломатическая миссия и здание консульства. Дипломатических отношений между Сирией, Ираном и Израилем нет. Для Израиля это военный объект в стране, с которой она находится в войне между Израилем и Сирией. Они находятся в состоянии войны. Миссия, которая находится, иранская, на территории Сирии, это не территория Сирии, это территория Ирана. Это дипломатические миссии, поэтому они находятся в состоянии войны с обоими странами. И они там ударили, потому что там находились террористы, которые, как вот, был Албагдади, как был Сулеймани, которым мы ударили тоже на чужой территории. Приближает ли это победу? Нет, обмен заложников это приближает? Думаю, что да. Потому что это показывает им, что мы знаем, где вы, мы знаем, где ваши дети, мы знаем, где вы передвигаетесь, мы знаем, где вы находитесь. Мы вас убьем. Пока вы не отдадите наших заложников, мы будем вас убивать. Так что, чем раньше вы их отдадите, тем больше у вас шансов выжить. Зачем убивать гуманитарную миссию, которая еду развозит? Сейчас я вам объясню. Удар по гуманитарной миссии нужно расследование. И израильтяне ведут расследование. Во время войны такие вещи случаются. А обвинять в этом израильтян – это подло, потому что это не их вина. Вина тех, кто в больницах прячет террористов. Кто под больницами или под штабами ООН делает свои штабы террористические. Это те, кто в скорых помощях перевозят террористов и оружие. Те, кто в мечетях и в церквях под дулом пистолета, при автоматах прячет там террористов и оружие. Это их вина. Они тех солдат… Сейчас я закончу, подожди. Вопрос в том, что погибли кто там? Поляк, канадец. Да, там погибли люди очень хорошие. Идет расследование. Во время войны такие ошибки происходят. А не вина ли это украинцам? Зачем украинцы сбивают ракету, которая падает на Польшу и убивает двух поляков? Это вина украинцев или русских? Погодите. Мы… Нет, нет, нет. Что там догадить? Нет, нет, нет. Украинцы сбивают русскую ракету. Здесь был целенаправленный удар. Вы занимаетесь подменой понятий. Как это? Так. Целенаправленный удар. В СНН сообщил руководитель этой миссии. Там кухня какая-то, да? СНН, опять же, у вас только один источник информации. Но… Ну подождите, я не Таняху извинялся. Надо разобраться. Потому что во время войны есть такое понятие «ФОГ войны». Потому что в таких гуманитарных машинах перевозятся террористы. И могли ошибиться. Могла быть ошибка. Им сказали одно. Они проверили, да, это так. И ударили по ним. А там оказались гражданские люди. Когда мы вышли из Афганистана, на следующую же неделю мы дроном ударили по машине, чтобы убить террористов. Была ошибка. Там ехала семья, как раз те, которые коллаборировали с нами, убили своего. Была ошибка. Специально мы это сделали? Нет. Израильтяне специально это сделали? Нет. Не думаю. Чтобы они просто хотели убить гуманитарную миссию, чтобы это СНН рассказала вам, а вы рассказывали, что израильтяне это криминал. Что они занимаются военным преступлением. Не думаю. Потому что точно так же вы запускаете дроны на российскую территорию, и там тоже наверняка попадает не всегда в цель. И точно так же, когда вы сбили ракету над Польшей, и Польша погибли там люди, это не ваша вина, это русских вина. Если бы русские не были здесь, не воевали, этого бы не было. Точно так же, если бы Хамас не взял заложников, не убил полторы тысячи невинных израильтян, всего этого бы не было. Это не вина Израиля. Это вина тех, кто это развязал, кто это начал. Нет, я хочу... Будут там ошибки? Будут ли там ошибки? Будут. Погибнут невинных израильтян, погибнут. Я с вами дискутирую по этому поводу исключительно в контексте призывов остановить огонь. И, ну, вот уже... Если бы ваш ребенок был в заложниках, вы бы остановили огонь. Ну, так, если отдадут заложника, конечно, остановили бы огонь. Но они не отдают заложника. Ну, так огонь не останавливается. Подождите, сейчас идет трек на международном уровне. Есть уже резолюции, что давайте палестинское государство, вообще в ООН давайте примем Палестину как государство. Есть определенный предмет, ну, каких-то договоренностей. Вы сейчас ушли в другую сторону. Вы говорите остановить огонь. Если ваш ребенок бы сейчас сидел в заложниках, вы бы остановили огонь. Ну, я бы по ребенку своему не стрелял бы, правильно? Ну, они тоже не стреляют по-своему. А заложников не убил обстрел Израиля ни одного в процессе операции? Нет. Израиль не убил ни одного заложника. Каждый заложник, который там погибнет, каждое гражданское лицо, которое там погибнет, это убили Хамасов. Смотрите, здесь вопрос не о вине. Здесь вопрос о процедуре, о действиях, о дальнейшем развитии событий. Александр, какую процедуру вы предлагаете? Остановить огонь? Остановка огня, признание Палестины как государство. То, что Байден говорит, то, что ООН говорит, то, что говорят на международном уровне. Признание Палестины было много раз. Признание Палестины было много раз. Но Палестина не признает Израиль. Это же должно быть, чтобы было признание обоих стран. Не может одна сторона. Вы признаете существование России, а она вас не признает. И мы вам говорим, знаете что? Ну, не признает, не признает. Давайте все равно вы ее признавайте, подпишем договор. Вы бы на это пошли, две стороны должны признать признание другой стороны. Израиль готов признать Палестину, если она остановит боевые действия против Израиля. Отдаст, перестанет. Это было 25 раз сделано, я не знаю, 100 раз было сделано. Палестина не признает Израиль. Поэтому как вы собираетесь создать два государства, если одно государство не хочет признавать другое? Поэтому не голосует за это. Я почему на этом сосредотачиваюсь сейчас? Потому что подходим к очень интересной, важной теме, я считаю. Как вы хотите остановить боевые действия? А вы... Не, ну понятно, что я гражданские говорю с военным, отвечая на вопрос, вы хотите... Конечно, все хотят, чтобы боевые действия были остановлены, чтобы не гибли люди. Давайте остановим. Давайте сначала вы покажете это на личном примере. Остановите боевые действия в Украине. Остановитесь. Перестаньте боевые действия. Так вот о моделях. Да, я хотел бы с вами продолжить разговор. Сейчас много говорят о Стамбуле-2. Да, о неком Стамбуле-2. Вот Эрдоган был не против. Тут Лавров делает вот эти заявления по поводу того, что китайский план хороший. Ну, да. То есть... Но в то же время участвовать в мирном саммите, который организовывает Украина, в Швейцарии, да. Вот ни Китай, ни Россия не хочет. Почему мы так остановились на ситуации в Израиле? Там абсолютно она на самом деле другая. Есть Хамас. Это не государство. Это не нация. Да? Это организация. И есть государство. И есть, ну, скажем так, вот эти моменты. И не мол... Какое государство? Государство Израиль. Нет. Смотрите, смотрите, Александр, вы чуть не в теме. Есть Хамас, который в Газе народ выбрал управлять газом. Когда это было? Было лет пять тому назад. Не знаю, шесть. Они их выбрали. Это были выборы. Там даже были международные наблюдатели. Их Хамас выбрали, что это будет... Они их демократически выбрали. Что это будет управление. И Хамас, но Хамас и Газа – это не вся Палестина. Это только часть. Остальная Палестина – там глава Аббас. Там Хазбулла возглавляет это. И они дерутся между собой. Две палестинские части дерутся между собой. Они не могут сформировать одно правительство. Там два правительства – Хамас и Хазбулла. Здесь Аббас, а здесь... Выскочило его имя. Поэтому Израиль говорит, кого вы хотите, чтобы мы признали? Тех или этих? Оба и те, и другие считаются в ООН как одно государственное... Не государственное, но формление государственное. Как Палестина, которые должны признать. Так вы какую сторону хотите признать? Хамас или Хазбуллу? Ну, официально, вообще-то, глава – это Аббас. Ну, смотрите, знаете, есть такое выражение, что винтовка рождает власть, поэтому с теми, кто воюет, соответственно, эти стороны должны как-то договариваться. Наверное. Но они не договариваются, они не могут договориться. Я... Подождите, давайте вернемся все-таки. Вот эту модель накладывать на ситуацию в Украине нельзя. Но позиция Соединенных Штатов Америки, она... Ну, как... США не уверенно себя ведут ни на Ближнем Востоке, ни в Украине. В чем неуверенность? Помощь мы обсудили, как бы отмену ударов по... Или как? Неприятие, или то, что не приветствуют Соединенные Штаты Америки, удары по российской территории, тоже обсудили. Так, а выход есть? Вот трек какой-то мирный. Почему там китайский план там США не устраивает? Они же созванивались, Байден и Си Цзиньпин, обсуждали Украину в том числе, помимо прочего, и Тайваня. Почему нет договоренностей на вот этом высшем уровне? И почему нельзя какой-то параллельно войне, которая сейчас фронтальная, которая сейчас тяжелая, есть там давление России на фронт, достаточно существенно, о чем говорят все. Почему нельзя вести параллельным курсом какие-то переговоры и обсуждения, и договоренности? Не кулуарные, а такие, более-менее, на каком-то представительском уровне? Ну, это надо спросить у дипломатов, этот вопрос. Я думаю, что переговоры идут, но опять же, кулуарные вы имеете в виду за спиной, тихие. Я думаю, что да, такие переговоры всегда ведутся, я думаю, что даже между Израилем и Ираном они ведутся, так закулисные эти переговоры. Почему их нельзя сделать? Думаю, потому что они уже были сделаны много раз. У вас было очень-очень много, как у Израиля, с арабами, с Палестиной, было сто раз. Сто раз договоренности были. И у вас были договоренности, да, один Будапештский меморандум, чего стоит договоренность. Это все договоренности. У вас было сто договоренностей с Россией. У вас были договоренности, чтобы выйти в Украину в 2014 году, чтобы были в 2015, чтобы вышли ваши солдаты из окружения, разоружились, а их убили потом. Договоренность. Это все договоренность. Потому что в какой-то момент договоренности не работают. Вы больше не верите тому, с кем вы договариваетесь, потому что он вас постоянно обманывает. И вы гибнете, или он вас что-то ворует, или еще что-то, и переходит в бой. Переходит в кулачный бой. Поэтому сколько можно раз договариваться с крокодилом, пока он вас съест по частям. Вы начинаете сопротивляться. Поэтому, наверное, можно. Но я такого никогда не знал и не слышал. Обычно это одна сторона побеждает другую сторону, потому что она более агрессивная. И победа за ней. Посмотрите, сколько договоренностей у нас было с Талибаном, например. Ну и что, где мы находимся. Теперь ИГИЛ по всему миру бегает. У нас все говорят, что мы уже просто сидим и ждем атаку на нас. Потому что ИГИЛ раньше там давили и Талибан, и Алкайду. Теперь они приехали к нам. Опять же, через вот эти открытые границы. А сколько договоренностей было. И мы перестали их уничтожать. То есть вы такой сторонник теории, что победитель должен быть один? По большому счету, да. Победитель может быть только один. Я не знаю в истории примеров, где было два победителя. Два тех, кто победителей... Вот всегда говорят о победе. Вообще-то победителей не бывает в войне. Есть те, кто выжили, есть те, кто проиграли. Я не знаю такого, чтобы было два победителя, чтобы оба выиграли. Но я знаю примеры в истории, когда оба проиграли. Это да, это бывает. Я хочу по поводу заявлений и договоренностей. 75 лет НАТО отмечают в этом году. Вчера там вроде как дата такая. И что интересно, что в процессе, скажем так, празднования сделано было много заявлений. Столтенберг рассматривает два сценария по Украине. Ну, как бы победа или поражение. И что очень интересно, многие вот об Украине в НАТО высказались. Сенатор американский, Майк Ли говорит, что может быть или Украина, или США в НАТО, то есть вместе они там быть не могут. Илон Маск говорит, что если Украина будет в НАТО, это будет ядерный апокалипсис. И, собственно, все понятно. Но вот по поводу договоренности очень интересно, мало кто на это обратил внимание, очень интересно, американский архив распечатали, национальной безопасности архив к 75-летию НАТО, и там привели очень интересную цитату, цитату генсека 92-го года Манфреда Вернера. Он сказал это председателю Верховного Совета РСФСР Руслану Хасбулатову. «Что мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств, членов СНГ». Эту цитату подхватили, ну, и опубликовались к 75-летию, наверное, опубликовались такими, как сказать, позитивными, ну, скажем так, смыслами, что вот смотрите, 75 лет, еще вот тогда, в 92-м году, никто никуда не хотел вмешиваться. Но, по сути, это правда, скажем так, вот это вмешательство, как вы оцениваете вмешательство НАТО в дела стран СНГ? И первопричина этой войны, она же, ну, в Украине, она же в НАТО или нет? Нет, нет, не совершенно не думал, что у НАТО. Я помню, это как раз в 92-м году, когда это было. Но я думаю, что НАТО не будет вмешиваться в дела, внутренние дела страны СНГ. Но, опять же, это политические такие слова, это такие лозунги, которые мы всегда выкидем, что ты, я тебя трогать не буду, я к тебе приставать не буду, пока ты, значит, потом все равно пристаешь. Я был очень часто с Мурпехами такой разговор, ты же ей пообещал, что приставать к ней не будешь. Что ж ты пристаешь, скотина? Поэтому, это такой разговор. То, что генофикация, там, разворужение Украины и не вступление Украины в НАТО это предлог. Путин и сегодняшняя Россия напала бы на вас по-любому. Было бы НАТО там, не было бы НАТО там. Это просто один из предлогов, который что-то, что на Финляндию не нападет. Там НАТО, вот как раз они вступили. Или Швецию, они вот тоже в НАТО вступили. А Украина только заикалась про НАТО. И Украину не принимали в НАТО. Чего ж он напал-то за это? Нет, это предлог, Александр. Он бы на вас напал по-любому. Ну, как по-любому. Если бы мы не подыграли, если бы западные лидеры не подыграли, не дали ему зеленый свет, он бы не напал. Если бы цены на нефть такие не были, он бы не напал. Сегодня у нас еще один скандал. Оказывается, мы не только покупаем нефть у вас и газ у России. мы оказываем по высоким ценам, мы оказывается еще и продаем взрывчатку России. Соединенные Штаты, оказывается, продают взрывчатку, ну, компоненты для взрывчатки в России. То есть, как же вы думаете, эта война закончится? Пришло в Аргентину сжиженный газ из России. И Милей, вот этот вот, трампист поганый, он развернул этот корабль и сказал, мы не будем это брать. нищая страна, у которой экономика разрушена, социалистами. Милей говорит, нет, вот этот человек на правильной стороне истории. Этот же корабль пришел в Испанию, там разгрузился, и испанцы с удовольствием взяли по этой цене российский газ. Вот вам санкции из ада. Давайте так, знаете, есть же Лаверды, да, поломался, ну, пока шел, ну, в общем, сухогруз, да, вот, вскрыли, посмотрели, там, мадагаскарский какой-то флаг или какой-то еще, посмотрели, а там из России в США уран везут. Да, да. И такие, подождите, так у нас же санкции, там, да, и тормознули это судно в Дании, по-моему, или в Германии. Ну, вот, и все, то есть, нормально идет торговля между США и Россией. И поэтому китайцы и индусы или индийцы, я не знаю, как правильно сказать, они говорят, что же это такое, нам вы запрещаете с Россией торгать, а сами вы продаете им взрывчатку, покупаете у них горючее за такую высокую цену, уран, и так далее, и так далее. Кстати, напомню, 20% урана было продано Клинтону. Та же самая банда. Вот проследить за всем. Утапешский меморандум тоже сам. Все это было сделано, создано господином послом Плинтеном. Сегодня его сын министр иностранных дел у нас. Поэтому, если проследить за этим, за всем, конечно же, это было бы смешно, если бы это было не так грустно. Поэтому приходит кандидат в президенты и говорит, я опущу, в первую очередь, что я сделал, опущу цены на нет. У меня вот сейчас была программа, Александр, с Гайдаем, с Сергеем Гайдаем, где я играю роль президента. Я рассказываю свою платформу президентскую, что я буду делать, когда я буду президентом. Я по пунктам это все рассказываю. Потом я их спрашиваю, вы проголосовали бы за меня? Да, потому что там и это для Украины, и то для Украины, и все. Я вас поздравляю, вы все трамписты, потому что это не мой план. Там всем так говорят. Это не моя программа, это программа президента Трампа. Там всем так говорят, а дело не... Знаете, ну, понятно, да, там, формы, форматы. Я хочу вот в конце немножко политики привнести в наш с вами разговор, хотя достаточно политический, нисколько не военный, не экспертный. Молния ударила в статую свободы. Красивые фотографии опубликовали в сети, это вот прошлой ночью. Это не первый раз, но в этот раз особенно там смотрят все достаточно символично на происходящее. Ну, ну, давайте так. Песок из Сахары долетает до Киева. Молния бьет в статую свободы в Америке. Как бы природа нам подсказывает о неких катаклизмах или переломных моментах большой, скажем так, ну, скажем так, большом разломе неком. Как оценивает Гарри Табах вероятность гражданской войны в Соединенных Штатах Америки? Войны освободительной за свои права, за вот ту Америку, которую мы знаем как остров свободы, да, вот такой за американскую мечту, за там, права человека. Потому что, когда Байден разговаривает с суфлером и командует, собственно, ну, выше, ниже, его супруга, ну, она уверена, что приходит на шоу американское Джил Байден и говорит, ну, все нормально, Байден раскачивается впереди, он победит на выборах. Журналисты как робко ей говорят, мол, ну, извините, но там во всех ключевых штатах вот сейчас вот показывает, что проигрывает. Говорит, не-не-не, это только начало, все будет хорошо. И все замолчали и как-то так вот, да, ну, хорошо и хорошо, так считает первая леди Америки. Такой бескомпромиссный политический сезон в Америке может обернуться большим противостоянием и большой кровью? Ну, все может быть, может, все, мы можем завтра марсиане прилетят и мы будем все у них рабы. не только в Тайване у нас большая землетрясение, в Соединенных Штатах нас еще налетела какая-то саранча, которой там не было у нас сто лет. Вдруг повсюду вот это вот какая-то саранча налетела от Соединенных Штат Америки. Недавно выступал на, по-моему, NBC, тоже ваш любимый ресурс информация, такой левацкий канал. Выступал кандидат, еще один кандидат в президенты Кеннеди, племянник президента Кеннеди, сын тоже сенатора Кеннеди, потом генпрокурора, его отец тоже его убили. Он племянник еще одного сенатора Кеннеди. И вот этот Кеннеди выступал. Его спросили на канале Левацкая журналистка спросила, есть ли опасность демократии, если президент Трамп будет президентом. Он сказал, да, конечно, есть большая опасность. Но вообще-то опасность, угроза самая большая от Байдена. Вот демократ говорит это на демократа, на Байдена, на сегодняшний день. Он говорит, вот где самая большая угроза. Почему? И он объясняет, почему. Потому что он сейчас смог сделать, что наши силовики организации работают на государство, работают на него, защищают его, и репрессии начались против его оппонентов, включая Трампа. Вот эти все суды, которые сейчас начались во время его предвыборной кампании. Суды за судами, деньги, разорения. Он говорит, что происходило с Твиттером, что происходило с Фейсбуком, с Ютубом. Там уже были и ФБР их контролировали. То есть всю систему начинает он говорить, контролировать силовики, как в России, как в Китае, и репрессии на оппозицию, чего в Америке раньше никогда, при его жизни никогда не преследовалось. Не было такого, чтобы государство, власть заставило силовиков работать на себя, не на государство, а на себя. То есть, как у диктаторских страданий. Конечно, эта журналистка, она была в полном шоке, потому что его позвали туда, что он сейчас скажет, что Трамп диктатор будет. А он говорит, нет, Трамп как раз не был диктатором. Его как раз выгоняли с Твиттера, и отовсюду с этого. Конечно же, вот как Джилл Байден говорит, все в порядке, все хорошо, он будет президентом, и то, что Полз показывает, это все брехня. То же самое недавно у нас вышел наш экономический доклад, в каком состоянии экономика Соединенных Штатов Америки. Они писали, отличная, шикарно, и сам Байден выходит, и такой экономики, как при мне, никогда не было. Самая сильная экономика. Опросы людей, 75% говорят, опрос людей, 75% говорят, у нас экономика в заднице, мы ничего не можем купить, инфляция сумасшедшая. Никогда такого не было. Это 75% американского населения опрос. А власти говорят, что все шикарно. Не напоминает вам Советский Союз? Поэтому все отлично, перевыполнение стали, чугуна, картошки, все, что-то идут, нас всего. А в магазине ни хрена нет. И очередь за болгарской туфлей стоит. А люди говорят, да, ни хрена нет, жрать нечего. А доклады там в ЦК КПСС, наверное, все голосуют, все зашибись у них в буфете. И то же самое у нас сегодня происходит. Это вот прямо на глазах. Государство говорит, что у нас экономика зашибись, а люди не могут оплатить ипотеку, люди не могут оплатить университеты свои, и им тогда обещается халява. И халява дается нелегальным эмигрантам. Конечно же, это приводит к недовольствию в обществе. Сейчас, значит, будут эти выборы. И мы видели, что происходило 6 января 21 года. То есть, люди были недовольны. Недовольны. И вот тоже Кеннеди говорит, заместо того, чтобы прислушаться к людям, люди недовольны, давайте, что, начинаются репрессии против людей. В этот раз, я думаю, что многие готовы к этому. Многие готовы, что если будут опять выборы нечестные, если выборы будут подтусованы даже вот этими нелегалами, которых завезли миллионы в нашу страну нелегально, то, я думаю, могут быть серьезные беспорядки у нас в стране. Не дай бог, если у нас будет гражданская война, тогда всем будет плохо. Во всем мире начнется пожар. Во всем мире разгорится огромная война. В Хаити, в Тайване, в Украине, в Израиле все будет. Сегодня нужен нам сильный лидер. Сегодня нужен лидер, который придет и покажет, что такое Соединенные Штаты Америки и как надо наводить порядок в мире, чтобы остановить убийства, массовые убийства, которые сегодня происходят во всем мире. Ну да, и природа отвечает на массовые убийства в том числе. Ну, это если верить в эзотерическое. Спасибо вам большое, Гарри, за то, что нашли время и поделились своими мыслями. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, берегите себя и друг друга. Увидимся. До скорого.